Продолжение следует... Огневых средств противника. Нарушение управления в рядах противника. Борьба против снайперов. Первая боевая задача выполнена. В молоко не ушла ни одна пуля. Дальше дело за снайперами разведывательного батальона. В зимней экипировке, буквально слившись со снегом, перемещаясь по полю незаметно, им необходимо выбрать огневые позиции, замаскировать их и выполнить боевую задачу. На выполнение боевой задачи у снайпера может уйти несколько дней. Продержаться это время зимой в мороз нелегко. Для этого у каждой снайперской пары есть вот такая палатка, оснащенная всем необходимым. В ней находятся спальники. При температуре до минус 20 градусов, в полном комфорте, можно отдохнуть 6-7 часов. Есть сухое горючее, которое также можно использовать для обогрева палатки. Самое простое – это взять свечку, вырезать дно от бутылки, взять свечку, поставить ее между парой и будет тепло в палатке. Цели повержены, снайперы зачехляют винтовки. С боевой задачей в условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы справились. Полевые выходы в 15-й миротворческой бригаде проходят два раза в год. Павел Баймаков, Константин Головин. События.